Уважаемые коллеги! 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 Ну и конечно, как бы, сам по себе, вот, люминальные опухоли оцениваются уже не только по экспрессии рецептов стероидных гормонов, но и по признакам, которые касаются классификации ТНМ, размер опухоли, состояние лимфоузлов и так дальше. И если оценивать, скажем, влияние, вот, выделение на апотипы на результаты терапии, скажем, локальной, лучевой терапии после органно-сохраняющих операций, ну, видно, что при люминальных атом благоприятные, редко рецидивы наступают, и наоборот, значительные у 20% и больше при опухолях с экспрессией хирдванью и трижды негативных. Но в то же время, вот, выделение апотипов не является, как бы, предъективным, предсказательным признаком, потому что парадоксально, что у больных люминальным А, благоприятной опухоли, проведение лучевой терапии, наоборот, ухудшило результаты лечения. Рецидивы были чаще, чем у больных, получавших только тамоксифен. Но это говорит, что это вот, как бы, что в онкологии является наиболее важным, как важно знать предсказательные признаки, к чему чувствительна опухоль. Ну, трижды негативные. В общем плане, это Сангалин по-прежнему провозглашает назначение антрациклинов и токсанов. И только при наличии мутации в версии Гена, 54% экспертов считают возможным использование препаратов платины, особенно в неводиоантотерапии. Гораздо сложнее, конечно, в ситуации экспрессии Хердваньо. Здесь эксперты считают целесообразным необходимо назначение, допустим, герцептин, а только герцептин в одиоантовых режимах использовать, начиная с опухолями в 6 мм, то есть категория Т1БЦ. И понимая, что не было еще больших рандомизированных исследований, направленных именно на эту популяцию, и не будет, потому что очень трудно провести вновь пятилетние проекты с такой маленькой опухолью, минимальной карциномой, и оценить эффект ростозумаба. Как бы основаны на ретроспективном анализе. И здесь рекомендуется экспертам назначение ростозумаба с пактитокселом и 12 циклов. Что касается более крупных опухолей категории Т1, 2, Н1, тут уже никаких сомнений нет. Химиотерапия включающая и антрациклины, и токсаны плюс ростозумаб. Однако у пациента с патологией, кардиопатологией, значит, антрациклины меняются на карбоплотин, как вот написано в работе с Лемон и Айрман, Айрман только что вот здесь выступал на утреннем завтраке, и представил эти данные более подробно и тщательным анализом. То, что касается люминальных опухолей, здесь как бы ситуация простая. Это томоксифен безотносительного возраста при низком риске, ингибитор ароматазы по сменопаузе. И только у пациентов при сменопаузе с высоким риском рецидива, это женщины 35 лет моложе, с наличием региональных метастазов, рассматривается применение золадекса плюс экзобистана или другого ингибитора, понимая, что такое лечение приведет к остеопорозу, депрессии, различным сексуальным нарушениям и так далее. И пациент должен получить эту информацию от доктора, почему назначается такое лечение. И вот одно из объяснений резистентности к многим видам терапии является пересмотр вот этой классификации с использованием молекулярно-генетических классификаций. Что оказалось? Вот, допустим, люминальный опухолей, люминальный А и люминальный Б. Оказывается, что от 8 до 20% при генетическом исследовании входят опухоли, которые не экспрессируют рецепторы стероидных гормонов. Это и трижды негативный рак может быть. Это могут быть опухоли с экспрессией хирдбаньо. Дальше. Опухоли сверхэкспрессирующие. Несколько подтипов. Так называемый, сейчас два, энрич, то есть обогащенный. Но там же и люминальный А, и люминальный Б по 30%. Там и базально подобный, низкоклаудиновый, нормально подобный. То есть много подтипов. Так называемый, контоминация другими подтипами в рамках одного иммуногистокомического типа. Трижды негативный, там вообще 6 подтипов, начиная от базально подобных и заканчивая люминальный с экспрессией рецептов андрогенов. Вот видно из этой классификации, что это совершенно разные, так сказать, опухоли биологические и, конечно, разные опухоли по чувствительности. Ну вот здесь как бы пример рассматривается, различные варианты терапии. Если это андрогена, экспрессия андрогенов рецепторов, значит, несколько подходов использования антиандрогенов вместе с химиотерапией. Если это гиберактивация другого сигнального пути, значит, другие препараты вместе, пактитоксолом. Ну, если это больные с мутацией БРСИ или там, значит, естественные ингибиторы ПАРП, это уже исследовали и в России, это проводилось и в нашем институте. Наконец, если это иммуномодулирующий по типу трижды негативного рака, то здесь очень бурно, и сейчас это головидно-наска, исследуется вопрос иммунотерапии с использованием чекпоинт-ингибиторов, в частности, ПД-1, это то, что раньше применялось только при меланоме, иммуногенной опухоли, сейчас и при трижды негативных, и херп-2-позитивных опухолях. В России известен пембролизумаб, потому что были протоколы, а сейчас исследуются более эффективные препараты, атезолизумаб или просто атеза. Если вернуться к наиболее частым опухолям, с экспрессией рецептов стероидных гормонов, ну, понятно, что опухоли, неэкспрессирующие рецепторы, они вообще не рассматриваются в рамках гормонотерапии. Ну, вот 70% гормонозависимых формально, они получают, как я говорил, или тамоксифен 5-10 лет, или ингибиторы арматаза после пенопаузы, или сочетание с другими. Но уже на неодевантных этапах, вот эта работа Айарман с нашим участием, он сегодня, Вольганд, докладывал, он здесь присутствует, вот, работы последующие, наши сравнения неодевантной гормонотерапии с химиотерапией, работа Калеони из Милана, который оценивал неодевантную гормонотерапию у молодых женщин при менопаузе. Они все четко показывают, что уже через 2 месяца терапии видно, что 60-40% больных нечувствительны гормонотерапией. Это при высокой экспрессии, рецепторах, все они отнесены к люминальному А, они нечувствительны к терапии. А пациенты получают их 5 лет и больше. И в этом смысле Сангалин рассматривает, как бы, эту ситуацию, что надо проводить какую-то химиотерапию. И 88% экспертов считают, что надо проводить оценку онкотайб ДЭКС, 21 генную, которая показывает ту группу, где показана химиотерапия, как первое этап лечения. Это примерно 25-30%. Это больные первой стадии с высокой экспрессией рецептов сироидных гормонов. То есть они идут по пути, альтернатива в пользу химиотерапии. Но есть другое направление, которое дает оценку, пока при распространенных опухолях, почему, так сказать, какие факторы резистентности гормонотерапии, как их можно изменить, все-таки проводить именно гормонотерапию, не прибегая к химиотерапии. Но один из факторов известен, когда есть коэкспрессия рецепторов стероидных гормонов и РБ, вот две большие работы, в которых Российская Федерация участвовала, которые вроде бы показали улучшение результатов, когда сочетается таргетная терапия с гормонотерапией, а не с химиотерапией. Но вот доклад, который был на АСКО, как-то вносит сомнение вот в этот подход, что все-таки здесь есть еще какой-то другой фактор, который мы пока не знаем. И нельзя сказать, что вот эта проблема решается только с комбинированным применением таргетной терапии и гормонотерапии. Следующий признак – это вот известный вам все. Это гиберактивация циклинозависимых от СИГИ-4 и 6. Ну, все участвовали в российских центрах в исследовании ПАЛОМА-1, ПАЛОМА-3 и ПАЛОМА-2, которые как бы показывают, показывают, что, это видно, что добавление палбоциклипа, являющегося ингибитором как раз этих циклинозависимых и нас, заметно улучшает результаты терапии. Но в этой же работе, хотя это не планировалось вначале, посмотрели вот этот известный, так сказать, признак ПАИКИ-3СИА, как он влияет на эффективность гормонотерапии фульбистанта. Что оказалось, что сама по себе, значит, мутация, она ухудшает результаты лечения. Но, безотносительно того, без мутации вот этого гена или с мутацией, результаты значительно лучше и эффективнее просто от того, что применяется вместе с фульверстратом, чистым антиэстрогеном ПАЛОМА-2, сама мутация не влияет и не может быть предсказателем чувствительности гормонотерапии. Нужны как бы другие признаки. Вернемся назад. Ну, вот мутация, которая... Возможно, что появление антител ПАИКИ-4, в частности, нового препарата, из трех, первые два оказались малоэффективными, а вот испытание Альпиат-СИП, может быть, он может более существенное влияние на преодоление резистентности при формально гормонозависимых опухолях. Далее. Очень важный фактор, который в последнее время и на АСКО обсуждался, это амплификация рецепторов актоврософибробластов. Вот. Ну, не буду, так сказать, рассматривать вот эту всю схему, потому что, конечно, для экспериментаторов нас интересует клиническая сторона этого вопроса. И известно, что вот этот признак является независимым предсказателем плохого прогноза низкой выживаемости. Вот. И сейчас исследуется препарат Луцетенэнб, который как бы позволяет преодолеть резистентность гормонотерапии. Но пока это при распространенных опухолях, и пока нельзя применить его как фактор, который можно использовать в адюватном лечении. Ну, МТОР, сигнальный путь, известен давно. Была большая работа Баселга, вот и нашего института, использования веролимуса. Действительно, там результаты лучше, когда применяется, и было это исследование Болеро. Но все-таки надо сказать, что сам по себе препарат Веролимус очень токсичен. Нельзя сказать, что это вот сразу меняется ситуация в сторону высокой гормоночувствительности. Здесь проблема еще токсичности препаратов, которые преодолевают резистентность. Точно так же это касается вот КОКС, использования целококсиба, хотя там результаты, казалось бы, очень поразительные. 73% против 55 клинических ответов. Но токсичность как бы ограничивает широкое применение его, тем более в адювантных проектах. Ну, смотрим второй мишень, ХЕРД-2 экспрессию. Ясно, что там 75-85% пациентов имеют отрицательный вопрос таргетной терапии вообще не рассматривается. Ну вот давайте посмотрим с точки зрения неладювантной терапии сколько больных чувствительных к такому лечению. Там, тростозомов, герцептин. Оказывается, что вот и в проекте НААХ, и НЕОСПЕРА, если не применялась химиотерапия, применялась только таргетная терапия, то только от 16 до 27% больных чувствительны к этому лечению. Значит, остальные 73-84% нечувствительны. А мы рекомендуем там при самых ранних опухолях, в течение года и так дальше, значит, вот эти больные не выигрывают от дорогостоящих препаратов. И задача ставится, как эти высокоэффективные препараты назначать тем, кто действительно чувствительный к такому лечению. Это самый важный вопрос. И вот в этом смысле очень интересная работа, которая многие годы уже проводится Лиза Кэрри и Чарльз Перу, которые в прошлом году выступали у нас в Сочи, которые посмотрели все иммуногистохимически подтвержденные с тремя плюсами опухоли, посмотрели с точки зрения молекулярной генетики. И оказалось, что только 31%, одна треть этих больных действительно экспрессирует ХЕД-2-Энрич, которая, так сказать, является как бы показателем чувствительности. Если подразделить их на одновременные экспрессии рецепторов стероидных гормонов, то только 17% этих больных содержит этот ген. Если откинуть этот рецептор, только брать рецептор негативной опухоли, 51%, значит, только половина больных из формально отнесенных тремя плюсами или амплификацией к экспрессии ХЕД-2-Ню, на самом деле экспрессирует чувствительный компонент вот этой опухоли. И не случайно в их работе, да, вот если это есть экспрессии ХЕД-2-Э, то есть энрич, обогащенный, 70% полных морфологических эгрессов в неводевантных проектах. Если нет, то в два, три раза меньше. И, конечно, очень важно, что это было вот на асково в большом докладе Блэквилл, посмотреть механизмы резистентности, и как их преодолеть, чтобы назначать там таргетную терапию тем, кто действительно чувствительный. Она рассматривает вот в экспериментальном плане шесть возможных механизмов, из которых, некоторые из которых вот нижняя low expression, это понятно, низкая экспрессия, там и это можно уловить иммуногистохимически, или, допустим, усиленный ангиогенез. Попытка изменить с помощью авастина бивоцезумаба в общем-то она не привела к результатам, там никаких эффектов дополнительных к таргетной терапии не наступило. Из поиска других путей, в том числе PI3, упомянутый, он продолжается. Ну вот, это большая работа, которая была выполнена в свое время, опубликована в 2015 году, это влияние, и в Германии тоже была большая работа, мутации PI3, 3СА. Действительно, при наличии мутации очень плохая чувствительность к таргетной терапии, даже в комбинации с химиотерапией. Частота полных регрессов при естественном, так называемом, в два раза выше, если мутация не наступила. Но эти данные как бы ретросфективно оценены в проекте NSFBP-B31, опубликованные и в этом году, и в прошлом. Видно, что, да, добавление герцептина значительно улучшает результат, но это не связано с мутацией PI3. Есть это мутация или нет, просто добавление улучшает, но таким образом этот признак не является предсказателем, предъективным, он не может определять показания к такой терапии. Другой признак очень не так часто, но у 20% бывают при наличии экспрессии HER2NU лимфоцитарная инфильтрация. Т-инфильтрация CD плюс клетка. Там действительно очень хороший прогноз выживаемости. Это видно особенно при вот таком вот метаанализе, особенно при трижды негативных опухолях. Но это наблюдается и при HER2-позитивной опухоли. Но сам по себе как бы использование вот этого нового направления иммунотерапии, то есть использование ингибиторов в чейкпоинт, оно эффективно. Это было доказано еще при меланоме, а сейчас и при трижды негативных опухолях, и при HER2-позитивных. И это направление, которое сейчас будет развиваться наиболее интенсивно, потому что и вот завтра будет очень много докладов посвященных карс-иммунотерапии. Здесь даже в случаях, которые пациента получают три-четыре линии химиотерапии, они все еще чувствительны к таким вот иммунологическим воздействиям. Ну вот это как бы упрощенная схема будущих направлений, но они уже есть и проводятся, в том числе в нашем институте мы начинаем исследовать подхода в том числе к HER2-позитивным опухолям. Вот первое такое исследование, которое показывает, что наличие лимфоцитарной инфильтрации, скажем, при благоприятных опухолях вообще не имеет никакого значения, потому что частота полных регрессов наступает крайне редко. И это не определяет как бы эффект лечения. И только при опухолях с экспрессией и отбанью в два раза учащается достижение полного морфологического регресса, если есть такая инфильтрация. Кстати, при трижды негативных опухолях они бывают часто, но это не влияет, она одинаково эффективна и при наличии инфильтрации, и при отсутствии. Там сам факт химиотерапии и сам факт присутствия инфильтрации говорит о хорошем прогнозе, безотносительно терапии. Но ясно, что в связи с тем, что я показал, основные направления дальнейшей антихир-2 терапии будут касаться и малых молекул, неротенибы известны, это и раньше новых конъюгатов антителохимиотерапии, более эффективных и менее токсичных, ингибиции вот этих попыток, этих путей, которые почему-то касаются и гормонотерапии, и трижды негативных опухолях получаются одна и та же, и хердопозитивных. И, наконец, и самое главное направление это иммунотерапия, использование вакцин, работы уже ведутся и получены вакцины, и ингибиторы иммунных чейкпоинт. Вот позиция, уже заканчивая как бы лекцию, позиция АСКО, которая касается биомаркеров и, так сказать, тех критериев, которые нужно учитывать при планировании лечения. Фактически АСКО поддерживает то же самое, что и санголин. Это использование онкотайбдээкс, 21-ю генную шкалу, для определения показаний химиотерапии у больных гормонозависимых опухолей. так сказать, сильнозависимых стронг. Все остальные и эндопредикт, и маммопринт, и брескандоиндекс, когда больше генов, но эффект минимальный фактически, учитывая к тому же стоимость этих исследований, незначительная. И только вот ПАМ-50, он где-то сравним, можно сказать, с онкотайбдээкс, но он обязательно должен учить одновременно морфологические признаки, то есть фактически размер опухоли и состояние лимпоузлов. И окончательная, скажем, вот рекомендация, касающаяся практики, что пока, до тех пор, пока не будет получена исчерпывающая информация, те факторы, которые я говорил, и которые касаются 1-2% пациентов, нужно ориентироваться на четко установленные признаки экспрессии рецептостероидных гормонов, хенадбаню, и учитывать стадии заболевания. Какая проблема как бы возникает, когда мы вот говорим о тех уже как бы известных факторах, о которых мы говорим, там 15%, 10%, имеется в виду 10-15% в рамках уже выделенного подтипа. То есть фактически, если брать на весь круг, это речь идет о одном, 2-3%. Едва ли какая-то фармкомпания поддержит следующий этап исследования на 5-10 тысяч пациентов, если это касается 1-2%. Вот где-то прочитал статью Николай Владимировича Жукова, который тоже поднимает вопрос, что очень трудно рассчитывать на быстрое продвижение вот этих названных признаков как бы на следующий этап, понимая, что основное это в общем лечение, ракомолочной железы касается операбельных опухолей, ранней стадии, где нужно широко, долго и длительно проводить лечение. И здесь в общем как бы немало проблем. Но я надеюсь, что постепенно мы будем продвигаться, так сказать, в том направлении, чтобы пациент получал не вообще лечение, а конкретное, которое соответствует его заболеванию. Ну, в следующем году мы надеемся встретиться снова в этой практике. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ